3,5 тысячи мирных жителей и более 4 тысяч украинских военнослужащих погибли за 8 лет войны. Ежедневно незаконные вооруженные формирования нарушают объявленное перемирие и используют оружие, запрещенное минскими договоренностями. На минувшей неделе в преддверии Дня независимости в результате обстрела населенного пункта Золотое-4 Луганской области пострадала местная мирная жительница. Вечером я шла от дедушки, ухаживаю там за дедушкой больным. Это где-то было в полвосьмого вечера. Был обстрел. 18 августа Золотое-4 40 минут обстреливали из минометов и гранатометов. Марина вечером возвращалась домой и чудом уцелела, спрятавшись за угольным сараем. Осколки от разорвавшегося рядом снаряда посекли плечи, руки, бедра и ноги. Когда шла уже по дороге, услышала выстрел. Правда, где-то было далековато. Там посчитала, как мы обычно вроде как делаем. Должно когда-то аж прилететь. Ну, вроде тихо было. Потом уже, конечно, слышу, что дедушкой выстыть в воздухе. Снаряд просила. Ну, всем оно, наверное, и спасло. Ну, и в 5 метрах от мына разорвалась мина. А это позиции украинских военных вблизи Золотого-4. Они говорят, в августе представители незаконных вооруженных формирований нарушают перемирие практически ежедневно, используют калибры вооружения, запрещенные минскими договоренностями. Случаются лишь редкие дни затишья. Так о том, что на наблюдательном посту пока что тихо докладывает по армейскому полевому телефону Михаил. Здесь, по его словам, боевики открывают огонь по вечерам и ранним утром. Начали стрелять, РПГ прилетало, СПГ было, стрелка дня. Тут даже нам в окон деколи залетает, пролетает, чтобы пройти не можно. На сусиднюю пост прилетело, пацановый в пятку с колок залетел. Сейчас на госпитале. 120-й миномет. Ну, там тому тижню была такая ситуация, поэтому хлопцы брали блендаж, но через беспилотник кинули в ООН-25 біля блендажа. Когда у нас был трехсотый, поранило хлопца, то там прилетело 120-е. То есть, они не цураются этих законов, которые написаны, допустим, что перемирие там туда-сюда. Они как стреляли 120-ми, допустим, и 152-ми, так они и стреляют. Они показывают, что на День независимости могут больше активно себя поводить. На этих позициях много мужчин, которые состоят в рядах украинской армии с 2014 года, когда начался вооруженный конфликт на Донбассе. Каждого дома кто-то ждет. За 8 лет войны бойцы хорошо узнали цену независимости. Взяти другую, допустим, світовую войну и взяти сейчас, то цена независимости – это, как показывает историю, много крови, много крови и много втрат. Самое важное, когда вы, допустим, обладают побратимы, идти вы до родных, и видишь очи батьков, и объясняешь, допустим, те же ж матери, те же ж дружине, те же ж дитине, что твоего батька нема и какой он хороший, то есть добрый, хороший был тут. Это самое важное. По данным Управления Верховного комиссара ООН по правам человека, за все время конфликта в Украине общее число погибших и пострадавших, мирных жителей и военнослужащих составило около 43 тысяч человек. И с каждым днем цифра людских жертв, к сожалению, растет.